Тревожная ночь для всего мира. На этих кадрах обстрелы строений на территории атомной электростанции. Сообщается, что российские войска захватили Запорожскую АЭС, а защитники станции держали сопротивление до утра. Ранее в ходе обстрелов вспыхнул пожар в учебно-тренировочном комплексе станции. Отчаянные призывы представителей АЭС остановить огонь всколыхнули весь мир. В результате обстрелов пожар на атомной электростанции. Повторяю, в результате обстрелов войсками Российской Федерации в сторону Запорожской АЭС возник пожар. Пожарные не могут приблизиться к месту возгорания. Расстреливают в упор. Уже есть попадание в первый энергоблок. Из-за пожара, вызванного обстрелом, МАГАТЭ решила запустить в режиме круглосуточной работы центр инцидентов и чрезвычайных ситуаций. Необходимо усилить санкции против государства ядерного террориста. Необходимо немедленное закрытие неба над Украиной. Потому что только это может гарантировать, что Россия не будет наносить удары хотя бы ракетами и авиабомбами по атомным объектам. Запорожская АЭС самая крупная в Европе с шестью энергоблоками. Сейчас работает один из них. По данным украинского оператора АЭС «Энергоатом», российские войска взяли персонал и руководство АЭС под контроль. Отмечается, что по данным «Наутро», радиационный фон в Запорожской области остается в норме. Сообщается, что накануне в результате авиационных ударов России по жилым массивам Чернигова погибли 47 человек. Местные жители и администрация города отмечают, что вблизи с этими разрушенными домами нет никаких военных объектов. У меня родители вот рады, что мне не было. Это кошмар какой-то. Как так можно? Вы просто посмотрите вот туда. Жилые дома. У меня тут подруга с детьми. Хорошо успели выйти. На этих кадрах село Яковлевка Харьковской области, в котором были разрушены не менее 30 жилых домов. Напряженной остается и ситуация в Харькове и Мариуполе. Мариуполь частично находится в осаде, но ситуация контролируется. Военные, которые находятся на местах, отбивают попытки противника окружить город окончательно. Гуманитарная ситуация там напряженная, но и это также является предметом переговоров с представителями Российской Федерации в Беларуси и переговоров руководства страны с высшим руководством стран-партнеров и международных организаций. Ситуация решается. Речь идет об установлении гуманитарных коридоров по вывозу жителей и поставкам продуктов первой необходимости. В Херсоне также говорят об угрозе гуманитарной катастрофы. На этих кадрах очереди и попытки людей купить еду. Мэр города предостерегает от мародерства и взывает, что городу нужны продукты, питание и промышленные товары. Российская сторона, в свою очередь, сообщает, что доставила под Херсон 20 тонн гуманитарной помощи. Прямо сейчас в город могли бы зайти фуры с продуктами и гуманитарной помощью от друзей нашего города. Но Херсон находится в кольце и наши машины не пропускают. Несмотря на вчерашние договоренности на высшем уровне, на практике внизу все это пока не работает. Зато, судя по всему, добрые освободители готовятся привезти в Херсон свое спасение. Сначала довели ситуацию до критической, а потом героически нас будут спасать, чтобы вы все на камеру поблагодарили благодетелей. Тем временем администрация Херсонской области предупреждает о возможных провокациях и попытках привезти в регион крымчан, которые для картинок на российском телевидении будут встречать российских захватчиков с цветами. Поступает также сведение, что российская сторона отключила работу операторов украинской мобильной связи. Украина просит Международный комитет Красного Креста срочно посодействовать созданию гуманитарных коридоров. На западе Украины тем временем люди переориентируются на жизнь в условиях войны. Многие предприятия останавливают привычное производство. Теперь вместо форм для выпекания на этих станках запустили производство противотанковой обороны и ЕЖ для остановки военной техники. Это для баррикад, чтобы останавливать машины. Вот так. Нам понадобился лишь день, чтобы инженер нарисовал прототип, и мы запустили производство. К борьбе с российскими военными здесь присоединяются все, кто может. Многие женщины плетут камуфляжные сетки для украинской армии. А Совет ООН по правам человека подавляющим большинством голосов проголосовал за резолюцию, осуждающую нарушение прав человека во время военных действий России в Украине. Для расследования преступлений будет создана специальная комиссия. Тем временем в четверг представители Международного уголовного суда ГАГИ выехали в Украину для сбора доказательств военных преступлений.